Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами шаурма, люля-кебаб. Здесь у нас еще помидорка. Не знаю, зачем положили. Каждый раз кладут. Вроде там есть овощной кебаб и есть мясной. Я выбираю мясной, мне все равно кладут. И суп чечевичный. Он мне, кстати, не очень понравился, но сейчас будем пробовать на вкус. Блендер, видимо, у них нехороший какой-то, потому что мелко все не размельчили. Так скажем. В общем, попробуем. Или, может, вот так вот сделать, чтобы было удобнее. Ммм, вкусно! Иногда супы нужно кушать обязательно. Это прям вкусно, с такой кислинкой. Добавляю немножко лимона прям сюда. Вот так вот заливаю. Жалко вам не видать мою перческу, над которой я так старалась. И сегодня мы будем отвечать на вопрос моей подписчицы. Очень интересный вопрос. Мадина Дюзенова задает вопрос. Привет, Айка! Если бы ты родилась парнем, то с какой бы девушкой начала бы встречаться? Я реально очень часто задумываюсь над этим. Потому что, когда меня зачали, так скажем, да, на УЗИ моей маме сказали, что у нее будет мальчик. И вся семья готовилась к появлению пацана. Когда я родилась, папа очень сильно расстроился, что, блин, девочка! У нас на Кавказе раньше так было. Типа, парень это хорошо. Пацан, наследник родился. А дочка, типа, ну ничего, переживем когда. Взяла шаурму, здесь картошка фри, маринованные огурчики, чесночный соус. Если бы я была бы парнем, я бы сто процентов выбрала бы себе девушку. Может, даже не симпатичную, но единственный для меня важный аргумент, чтобы у нее была чистая кожа. И чтобы она не пользовалась тональной основой. Если бы я была бы мужчиной, я бы точно не ходила и не ныла, что все женщины меркантильные. А просто бы старалась чего-то добиться. Работала бы с утра до ночи. Обязательно это должна быть высокая девушка. Чем выше, тем лучше. Кто-то там, смотрю, в комментариях, решит его, называют кобылой. Мне кажется, она эталон женской красоты. Она безумно красивая девушка. Опять же, на вкус и цвет товарищей нет, но мне очень нравятся высокие. Выше, чем я. Обязательно аккуратная. Чтобы было чистая, опрятная. Даже, вы знаете, дело не только в чертах лица, например, маленький нос, большие губы. Дело еще и в интеллекте. Чтобы было о чем с ней поговорить. Что такое хрустящее, непонятно. Какие-то чипсы положили снизу. Конечно, найти идеальную, это очень сложно. Но что-то наподобие твоего идеалу найти можно. Обязательно девушка была бы с голубыми глазами. Девочки, как мне нравится, когда у девушки голубые глаза. Меня смотрят сейчас девочки с голубыми глазами. Если да, у вас очень красивые глаза. Возможно, просто я живу в Азербайджане и здесь мало голубоглазых девушек. Или просто я замечала, что девушки, у которых голубые глаза мечтают о кариях, у кого карии мечтают о светлых. Но я однозначно просто умиляюсь. И мне очень нравятся голубые или зеленые какие-то светлые глаза. Мне кажется, это очень красиво. А линзы все эти носить? Я никогда в своей жизни не надевала линза. У меня есть какая-то фобия. Мне почему-то кажется, что это безумно вредно, что это царапает глаз. Я, получается, на улице хожу без очков и без линз. Хотя могу и дома, и на улице ходить просто в линзах. Мне окулист, когда это сказал, я говорю, нет, только не линзы. И она мне такая, а что так? Люди просто носят, чтобы изменить свой цвет глаз. А тебе по медицинским показаниям следует носить линзы. Я такая, нет. Я пас. В следующей жизни. Есть какие-то вещи реально серьезные. Но я их не боюсь. А есть какие-то мелочи, которые я боюсь. Например, линопластика. По идее, это полноценная операция. Я смотрела видео. Это безумно страшно. То есть это нечто. Я этого не боюсь. Ну, какие-то мелочи, линзы я побаиваюсь. Интересный, да, я человек? Своеобразный. Насчет носа. Вообще, я всю жизнь гордилась своим носом. Мне он настолько нравится. Да, я понимаю, что он не идеальный. Но учитывайте тот момент, что я кавказская девушка. И у нас у всех, ну, как бы, не идеальные носы, например, как у украинок. Или как у русских девчонок, у которых вообще малепутенькие носы. Учитывая все эти моменты, я просто кайфовала всегда. На фотографиях, на видео от своего носа. Просто смотрела в зеркало и любовалась своим носом. Но недавно, где-то полгода назад, я увидела в комментариях, как одна девушка пишет. Фу, какой ужас, какой ужасный нос у тебя. Как-то это у меня заложилось в голове. Иногда, когда я снимаю, например, влоги с некоторых ракурсов, я смотрю на свой нос. И думаю, нет, он мне не нравится. Надо поменять форму, надо сделать операцию. Единственное, что я очень боюсь, это то, что мне изуродует нос. То есть будет еще хуже, чем есть изначально. Потому что он меня обалденно дышит. Потому что, в принципе, ну, я где-то на 70% довольна им. Просто мне бы хотелось, чтобы эта пипочка смотрела вверх. То есть здесь что-то сужать там и так далее я не хочу. Совсем нос, как у Майкла Джексона, мне не нужен. То есть он должен пропорционально смотреться на моем лице. То есть я подхожу к этому не с той стороны, что чем меньше, тем лучше. Нет. Просто хочется, чтобы он смотрел вверх, вот так вот. А сейчас такие носики делают, вообще обалдеть. Конечно, мама, парень, все вокруг отговаривают, что нет, это ужасная идея, это тебе не надо. Но, блин, так хочется. Единственное, чего я очень сильно боюсь, это пожалеть. И даже дело не в том, что я боюсь каких-то серьезных осложнений. Дело даже в том, что я боюсь, что будет хуже выглядеть, чем есть изначально сейчас. Потому что плюс-минус нос меня мой устраивает, кое-какие моменты, кое-где мне не нравятся. Но не критично. А я боюсь, что потом будет критично, потом я прям вообще буду плакать. Вообще я очень довольна своей жизнью, довольна своей личной жизнью. Иногда вот я утром просыпаюсь и думаю, ну не бывает так, что все в жизни хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, сглазить, чтобы ничего не произошло. Я вот думаю сама себе, вот сделаю, например, себе операцию какую-нибудь, что-то пойдет не так. Потом мучиться, обвинять себя в этом. Например, я брови не сделала. И у меня просто такое ощущение, что меня Бог отвел. Потому что после того, как я отметила эту девушку, которая... Девушку-женщину, у которой я хотела сделать брови, мне столько девчонок покидали свои брови, которые они тоже делали у этого же мастера. Просто брови посерели. С одной девочкой прям начали переписываться активно. Я потом ее потеряла. Диана, по-моему, ее звали. В общем, общались-общались. И резко как-то этот чат у меня потерялся. Еще кто-то написал сверху. В общем, не суть. Дело в том, что как бы Бог отвел реально. Я уверена, если бы я сделала бы эту процедуру, я очень пожалела бы об этом. Одна девочка, моя подписчица, написала мне в комментариях, что Айка, вот просто сама по себе подумай. Процедура, например, микроблейдинга, это на год. Сверху этой краски через год тебе вбивается другая краска. И каждый год на краску краска, на краску краска. Просто сама подумай, к чему это может привести. Я так подумала, действительно ни к чему хорошему. Не спешите расстраиваться из-за каких-то моментов. Может, к лучшему. У нас вообще хирурги умеют делать классный нос. Не хочу ни в коем случае никого обидеть. Уже ли есть подруга, которая приехала из России, русская, и просто сделала себе нос. У нас просто здесь очень много кто делает нос. Наверное, каждый седьмой человек в Азербайджане делал себе нос. Ну ладно, каждый десятый. Поэтому, мне кажется, в этом плане у наших рука прям набита. Что надо прям. И вот ей сделали нос такой маленький, такой аккуратненький. Как куколка прям. Так что, естественно, рисковать или нет, это дело каждого. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.